Доброе утро, ласточки мои! Доброе утро! Что-то время полвосьмого. Вон моя сидит. На заборе видно, во мне-то рыжая кошка. Она прям стала регулярно у меня тут пастись. Маськи целыми днями нету. Он является только на ночь глядя. А она тут постоянно харчуется у меня. Сидит, нализывается. Маська прям противной стал, девчонки. Ой, Господи, да что вот руки-то? Надо сахар померить. Ещё сахар не мерила. Руки потрясутся. Прям стал такой чужой. Вот это придёт. Какой-то поезд. Может вообще уйти на ночь. Ну, видимо, весна. Так влияет на кота. А я уже думала, может, и не надо его кастрировать. Он такой вот вольный кот-то. Прям не знаю. Да его и поймать. У меня переноски нету. Не знаю прям. Чё и делать-то с ним. Ой. Ну, ладно. А чё хотела сказать. Не могла уснуть никогда трёх ночи. Смотрела сериал «Угрюм река». Вчера так случайно на него наткнулась в кинопоиске. Вечером думала, думаю, чего бы это сам. Уже поздно было. Думаю, что-то посмотреть. Спать не хочется вроде. Вот смотрю «Угрюм река». Я помню, так эту книгу любила. И фильм, который был, не знаю, когда? В конце 60-х, наверное. Ну, я, да, девчонкой была совсем. И как мне нравился этот Прохор Громов. Ой, вообще, и сам фильм этот. Чурсина эта красавица с сумасшедшими глазами. Ой, какой у неё взгляд был. Господи. Вот это была Анфиса, да. Ну, мне кажется, этот сериал помельче будет. И герой главный какой-то мне. Не глянулся. Но смотрела, смотрела. Половину сериала просмотрела. Вот. Всё равно я очень люблю смотреть вот на Сибирь, на эти дали, на эти сопки, на это всё. Вот, ну, очень мне нравится. Ну, и ситуации там такие жизненные. И с пальца не высосанные, как в современных сериалах. Вот. Так что сейчас начну что-нибудь делать. Включу продолжение. Буду слушать. Я же не смотрю телевизор, а он, наверное, по первому каналу шёл. Так что до меня новости, сериалы, фильмы и прочее доходят позже через интернет, когда случайно наткнусь на что-нибудь. Привет, горлица. Привет, моя дорогая. Так, ну что тут? Пять градусов тепла. Ой, надо вот это никак не откручу. Вот этот градусник старый, страшный. Надо открутить. А то у меня вроде тут так приличненько. Надо отвертку взять в руки. Ой, девчонки, спасибо вам за комментарии про сову. Оксана написала кормщикова, что ей очков не хватает. Да легко, Оксаночка. Вот она и в очках. Совсем мудрая сова, да? Вот, милые мои, вот теперь у меня вот такой завтрак. Я когда у врача спросила, он мне говорит, а вы откуда это узнали? Я говорю, подруга написала. Он говорит, надо же, какая молодец! Так что, моя дорогая, спасибо огромное! Вот. Вот я три ложки гречки, таких вот десертных, особо без верха, так, залила кефиром и оставила с вечера. Ну, не в холодильнике, а на кухне. Вот. И смотрите, какая она стала. Не знаю, мне прям с первого раза понравилось. Вот я гречку очень люблю, а кефир нет. Он кислый, а у меня кислотность повышенная. Но с гречкой почему-то он очень вкусный. Так что, девчонки, бережем поджелудочную и едим вот такую прелесть. А что же она, гречка не вареная, все в ней сохранилось, что есть. Ну, правда ведь? Попробуйте. Вот мне прям с первого раза зашло, как сейчас говорят. Очень прикольненько. Никогда бы жизни не додумалась. Спасибо. Шила молнии. Надо съездить за цементом. Пусть белого нету, но хоть обычный купить. Вон Толик приехал. Решили объехать все точки, где продается цемент. А Толик пошел узнавать. Привет, мои хорошие. Стеномордники. О, куда нас занесло. В памятники. Толик какие-то знакомые пошел узнать, где можно найти. Столько точек в Черноморском. Всяких строительных. Тут же люди строятся. А белого цемента нет. Ну, что это такое? Странно как-то, да? Ну, потому что он дорогой. Видимо... Видимо... Видимо, не надо, дорогой. Ну, сейчас еще вот отсюда заедем в цементный дворик. Там все-таки... Может, там хоть есть. Ну, если нет, уже возьмем там обычного цемента. На улице потеплело, и мне прям хочется уже с цементом работать. Дома же не будешь вот эту грязь развозить. Ладно бы еще что-то маленькое делать, да? А чуть побольше так уделаешь всю кухню себе. Сегодня хорошая погодка, прям хорошая. Ну, что, идет Орел. Орел Степаной, казак лихой. Замок, как мне этот нравится. Понастроили-то. Что-то я толком не знаю, кто там был. Врач военный из Питера. Да? Ага. Я не знаю, но там кто-то начинал, а потом оно там все равно было, а сейчас, я знаю, все равно есть. Радик, который ремонт делал у меня, его родители тут живут, смотрят за домом за этим. Толик же такой упрямый. Я говорю, да нет у них в этих маленьких... Нет у белого цемента. Нет, пойду спрошу. А вот по всем углам ездим тут. Ну, все, последняя точка. Больше уже не поедем никуда. Сейчас узнаем. Вон, какую тяжесть, гляньте. Грузят, подымают. И ковшиком еще. Господи. Такой на машину уронят. И все. Толик, конечно... Ой. Он минут пять уже там. Спросить просто, есть ли цемент. Он же будет разговаривать. А если еще вдруг человек знакомый. О-о-о. Ой-ой-ой. Ну, что, будем делать из обычного цемента. Не судьба. Столько объехали всяких площадок торговых. Ну, в городке нет. Я вчера туда звонила. Ну, в остальных тоже нет. Ладно. Ой, вот ломаю голову. Чего сделать из этих вот банок. У меня две банки. Одна помельче будет. Заржавели все. От этого влажного климата. У меня были в них лекарства. Ну, и когда вот уезжало. В доме холодно. Сыро. Мне все заржавели. Девчонки, может, у кого какие идеи есть? Жалко. Такие банки красивые. Это же с моря конфеты привозили же в Мурманске. Снаружи уже. Ну, фантазия-то работает. Девчонки, давайте. Ну-ка, кому чего придет в голову? Напишите, что сделать. Куда пустить. Ой, мне на себя прям смотреть смешно. Вы посмотрите. Чубчик кверху. Немного на голове. Вот. Хотела вам похвалиться. В инстаграме, в магазине. Землячка наша, мурманская девушка. Купила два украшения. Саша говорит, что она прям тащится от моих украшений. Вот, девчонки. Там пока маленький выбор. У Саши просто нет сейчас времени. Сейчас она разберется там с работой со своей. Потому что украшения уже навалом. Я ей отвозила. И сейчас отправлять буду. Ей еще. Она уже говорит, мама, не делай больше. У меня нет времени все это выкладывать. Я говорю, ну, а мне же надо что-то делать. Я же не могу вот так вот сидеть. Просто так. Вот. Вот сейчас вам покажу. Она фотографии мне прислала. Представляете, как мне приятно? Мне всегда так вот приятно, когда люди покупают мои украшения, радуются. И я радуюсь тоже. Так что спасибо всем моим покупателям. Конечно, их очень немного. Но они есть. И это очень радует. Ну что, мои дорогие. Зря, что ли, я цемент купила. Вот начала уже, видите, делать кашпо. Взяла ведро. Девчонки, видно вам? Абсолютно дырявое, которому место только на помойке. И попробую сделать из него приличное кашпо. Ну, вроде корзиночки не получится, потому что вот тут, ну, не закругленные дно-то. Но так все-таки стилизованная корзиночка. Дорвалась, короче. Только пригрела. Давайте мне цемент. Сейчас передохну. Буду смотреть, что дальше делать. Но этому надо, ручки надо немножко подсохнуть. Она такая получилась маленько лохматенькая, потому что это старый флисовый плед, который уже просто вот тоже только на помойку. Вот так вот, девочки мои. Вот так и проходит весь день. Просто пролетает. Просто пролетает. Ну, ладно. Буду продолжать. Вот что получается. Вот такая корзиночка. Ну, пусть до завтра подсохнет, а завтра я продолжу. Елку, девочки, мне пришлось зацементировать в ведро, потому что у нее парусность. Ну, знаете, да? И она постоянно падала у меня. Она уже с десяток раз, наверное, падала. Вся измялась окончательно. Я вот сейчас распрямляла, распрямляла. И все, не пойми, как и чего. Вот. Ну, в общем, короче, я ее в ведро в старое зацементировала. Теперь надо краски купить зеленой. Она вся уже. Живого места на ней нет. Вот. И покрасить ведро зеленой красочкой. А пень вот этот надо убрать. Или хотя бы сделать его покороче и поровней. Он кривой и слишком большой. Прям совсем. Ни туда и ни сюда. Сначала вроде мне показалось нормально. Нет. Слишком большой. Сегодня будет чистый эксперимент, мои дорогие. Мне очень захотелось сделать вот такой молд. Вот прям очень захотелось. Ну, у меня еще есть штучки, из которых хочется отчиски сделать. Но вот эта лошадка с елки, я вот отломила эту штучку. Вот. Из-за этого я поехала, купила силиконовая герметика. И вот решусь. Ну, очень хочется попробовать сделать молды свои. Потому что молды, во-первых, не все можно купить. Во-вторых, я вот купила молды, а они, ну, настолько там все это тоненькое, что оно самозатвердевайки делаешь, они все ломаются. Ну, в общем. Вот. Так что я решила попробовать сама сделать. Я, конечно, в интернете посмотрела несколько раз. Ну, и, в общем, поняла, что нужно много моющего средства. Не знаю, сколько много. Говорят, на глаз, но не жалейте. Посмотрим сейчас, что у меня получится. Вот. Очень часто бывает, что смотришь в интернете, я очень попадалась часто на такие дела. И так у них все это играючи и хорошо. Начинаешь делать сама, ничего не получается. Потому что то ли не раскрывают, извините, своих секретов. Ну, а иногда бывает, что прям чистое вранье. Все бывает. Так, ну что. Ну, посмотрим. Если будет к рукам прилипать, значит, мало. Значит, добавим еще. Уксусом очень воняет. Прям не пахнет, а воняет. Не знаю, сколько надо, сколько это будет, сколько это получится. Так, ну что, мои дорогие. Попробуем. вот говорят что мыльной воде это все не прилипает к рукам посмотрим что получится не знаю такой мягкий приятный сколько его так месить надо я не знаю наверно чтобы лишняя жидкость вытекла видите совсем к рукам не прилипает и запах пропал а то я даже дверь на улицу открыла пахло как не знаю я думаю наверное хватит мне кажется только на одну лошадку так ну ладно вот советуют значит это положить пакетик дать отдохнуть ну что у меня получился кусок резины так надо еще раз посмотреть может я что-то упустила он у меня даже не раскатывается прошло всего минут десять наверное все ну куда я пытаюсь вот туда что-то засунуть но выталкивается так что длин овечка улетел так что эксперимент не удался плохо будем делать по-другому вот видите страждущие ждут ужина подожди сейчас мазька придет я его покормлю покормлю тебя покормлю 1 а то он сейчас явится на запах и будете драться хорошо бегу говорила говорила прощалась с вами прощалась прихожу а видео и нет я не нажала видно на кнопку ой ну ладно хоть успела что не совсем зашло музыки вот ну надо бывает лена баттл тоже жалуется на это дело что бывает забывает на кнопку ну ладно страна он какое красивое солнышко хочу я уже говорила я не помню я не умею вот это повторять то что я говорила пусть все будет хорошо у всех у нас а солнышко но никуда не денется земля повращается и она завтра с утра с другой стороны появится пусть у вас будет гармония в душе старайтесь хотя бы не переживать по пустякам берегите себя берегите своих близких пусть у вас все будет хорошо я вам этого желаю а я вас обнимаю целую все солнышко уходит хорошего вам вечера спокойной ночи и завтра проснуться без лишних болячек без новых а то уж очень утомляет это все правда ладно мои дорогие все солнышко ушло я вас обнимаю целую до завтра пока пока мои дорогие звонки да да была и Субтитры подогнал «Симон»